так всем здрасте давайте начинать сегодня последняя встреча я пользуясь случаем порекламирую московский четвертьфинал асписи цветер те кто хотят могут собрать команду из трех человек я уже писал в канале об этом сейчас скажу тоже вот можно собрать команду из трех человек и участвовать предварительно это будет 19 декабря правда там у всех будет наверное зачет на неделю всем не до этого ну короче если хотите то вот 19 декабря можно поучаствовать в четвертьфинале и если это будет действительно в эту дату то в зависимости от качества задач которые вы решите на олимпиадке будут бонусы в и к зачету экзамен а если это будет позже то она соответственно с учетами ведомость уже придет создать не будет бонус только экзамен если он будет дойдя вот но тем не менее всем всех его приглашаем может быть довольно весь вот хорошо значит мы давайте начинать и мы заканчиваем говорить про триангуляцию дела на давайте я начну с того что напомню определение графа деланное нет дайте начну сначала диаграмма варанова вот у нас есть диаграмма варанова до для набора сайтов давайте мы скажем что две ячейки для грамм варанова соседние если они разделяют кусок границы положительной длины будем говорить что две ячейки вывод вы и и вы тоже соседние в диаграмме варанова если она можно писать что меры границы положительно в том смысле что меме из мира их пересечения против положительно но потому что их пересечения это какое-то одномерное множество да это там либо отрезок либо лучки близконечная прямая вот номера в смысле в смысле r1 площадь а именно длина так если они пересекаются по куску границы положительной длины вот ну и при таком допущении мы будем говорить что граф дилан устроен следующим образом него в множество вершин это просто все сайты по 1 и так далее плен все наши сайты по которым настроен диаграмм варанова а ребра это просто пары сайт для которых соответствующие ячейки соседние соответственно я это множество не ориентированных пар не упорядоченных пар пи и пжи таких что в от при и в это же соседние вот начнешь ткад радио на давайте я скопирую картинку с примером того как этот граф может выглядеть секундочку так ну вот например что такое смотрите здесь жирными точки отмечены сайты жирные точки это наши сайты по 1 и так далее пн пунктирными линиями обозначены ребра диаграммы варанова а сплошными линиями обозначены вот дуги между ну как бы ребра между соседними сайтами да то есть вот например вот эта вот дуга означает что вот эти вот два сайта соответствует ячейкам у которых вот есть этот общий кусок границ например вот эта вот дуга вот эта дуга это как раз опять-таки вот эти вот две ячейки соседние значит мы продаем ребра между сайт вот так вы играл диланы то есть мы проводим просто такое ребро ребро между двумя соседними чеками между центрами чей вот на самом деле можно проводить не такую кривую линию да не не кривую между вершинами а на самом деле можно проводить просто прямой линии отрезок и получится плоский граф с вами докажет если я на том же рисунке вместо кривых буду рисовать просто отрезки, то получится плоский граф, то есть без самопересечений. Мне кажется, это будет такая. Соответственно, говорим следующее, что если ребра рисовать отрезками, то будет плоский граф. Ну, плоский, то есть ребра не пересекаются, кроме как по вершине. Так, давайте попробуем доказать. Ну, пусть это не так, пусть не так. И пусть по ИПЖ и по КПЛ – это пересекающиеся ребра нашего графа. Пересекающиеся ребра графа Диланэ. Значит, хорошо. Вот давайте мы нарисуем ребро по ИПЖ. Вспомним, что означает, что между ними проводим ребро. Мы проводим ребро в графе Диланэ, если только если ячейки им соответствующие имеют какой-то общий кусок границы положительной длины. То есть между ними есть кусок серпира, кусок середины, амбикуляр в диаграмме Воронова. Но мы знаем, что такое есть ребро в диаграмме Воронова. У нас был критерий в прошлый раз, что если есть какой-то кусок середины перпендикуляра, то это означает, что есть какой-то круг, центр которого лежит как раз-таки на этом середине перпендикуляре. Такое, что этот круг пустой по отношению к П, и при этом на его границе лежат только П и ПЖ. Я как-то так его нарисую. Раз это ребро треангуляции Диланэ, значит, между ними есть часть середины перпендикуляра, является частью какого-то ребра в диаграмме Воронова. Значит, есть вот такой круг. Это критерий с прошлого раза. Давайте точкой назову X и G. Этот круг я назову C и G. Этот треугольник я назову T и G. Итак, поскольку П и ПЖ – это ребро, то существует круг с центром в какой-то точке X и G, такой, что внутри него, на границе лежат только П и ПЖ, и больше никого нет ни внутри, ни на границе. Больше никого ни внутри, ни на границе. Значит, это у нас было свойство диаграмм Воронова. Хорошо, значит, есть вот такой треугольник. Давайте я этот треугольник называю T и G. Давайте построим точно такой же треугольник TKL. То есть, если у меня второе вот это вот ребро ПКЛ, это тоже ребро треангуляции Диланэ, значит, кусок серпера присутствует в диаграмме Воронова. Значит, можно опять-таки построить такой треугольник. И смотрите, что у меня есть? У меня есть два треугольника. Причем можно еще заметить, что отрезок, интервал, скажем, от X и G до ПИ, он лежит строго внутри ИТ ячейки диаграммы Воронова. Потому что что значит, что это за интервал? От X и G до ПИ. Это какое-то множество точек, и понятно, что ближайшее к ним ко всем – это ПИ. Ну, потому что ближайшее к X и G – это ПИ и ПЖ. Значит, здесь мы только приближаемся к ПИ, соответственно, удаляемся от ПЖ. Поэтому все вот эти вот точки на этом интервале лежат строго внутри вот этой вот ячейки ИТ ячейки диаграммы Воронова. Поэтому, в частности, это означает, что на этом отрезке… Ну, не совсем, да? Значит, я говорю, что даже вот этот вот кусок треугольника лежит строго в ИТ ячейке, а вот этот кусок лежит строго в ЖИТ ячейке. Это, в частности, значит, что вот тот наш второй треугольник TKL, который пересекает… То есть мы знаем, что ребро KL пересекает ребро вот этого вот нашей ИЖИ. Это означает, что остальные все его вершины не могут лежать внутри этого треугольника. Из-за этого свойства, что у меня, по сути, мой треугольник Т и Ж, он расположен частично внутри и Т ячейки, частично внутри Ж. Это означает, что вот этот второй треугольник, ни одна вершина не лежит внутри треугольника Т и Ж. Ни одна вершина треугольника Т, К, Л не лежит внутри Т и Ж. Потому что иначе, если какая-то такая картинка была бы, то есть мы предполагаем, что они пересекаются, и какая-нибудь картинка вот такая. Здесь, например, ПК. Но это тогда значит, что к точке Х и Ж, ближайшая точка, это ПК, а не ПИ и ПЖ, противоречие. Соответственно, все остальные случаи точно так же разбираются, такого не бывает. Ну и симметрично тоже это верно. Наоборот, ни одна вершина Т и Ж не лежит внутри Т, К, Л. Значит, картинка будет какая-то такая. Вот есть треугольник Т и Ж. Есть треугольник Т и Ж. И есть второй треугольник Т, К, Л. Он будет выглядеть как-то вот так. Раз у них есть пересекающий вот этот ребро, мы предполагаем, что ПИ, ПЖ и ПКПЛ пересекаются, и при этом ни одна вершина одного не принадлежит другому, то тогда они вот как-то так выглядят. Значит, в этом случае я утверждаю, что… Давайте напишу, что я хочу сказать. Тогда один из отрезков ПИ, Х и Ж и ПЖ, Х и Ж пересекает один из отрезков ПКХКЛ и ПЛХКЛ. Ну, то есть у них там есть много пересечений, да? То есть если есть одно пересечение по ПИ, ПЖ и ПКПЛ, и при этом ни одна вершина никакого не лежит в другом, то тогда у них на самом деле много пересечений, и вот обязательно хотя бы один из этих двух отрезков пересекается с одним из этих двух отрезков. Там просто порисовать и понять, что картинка обязательно такая. Ну, а чем это плохо? Давайте предположим, что какая-нибудь там ПИ, Х и Ж пересекается с ПКХКЛ. Ну, мы с вами поняли, что вот этот интервал, он целиком лежит в ИТОЙ ячейке, а вот этот интервал целиком лежит в КТОЙ ячейке. Значит, у меня как бы внутренности ячейки пересекаются по какой-то точке, а такого не бывает. Противоречие. Значит, это означает, что две ячейки диаграммы Воранова пересекаются по внутренности. Ну, это противоречие, потому что мы знаем, что пересекаться не могут только по границе. То есть если какие-то точки равны удаленные от нескольких, то они лежат в нескольких ячейках, а по внутренности, понятное дело, пересекаться наши ячейки не могут. Вот. Ну, здесь для того, чтобы целиком убедиться, что это доказательство работает, нужно просто аккуратно порисовать там случай, как эти треугольники могут взаимно располагаться и понять, что обязательно будет какое-то пересечение, которое приводит нас к противоречию с определением диаграмм Воранова. Вот. Значит, действительно, тот наш граф, деланный плоский, если просто соединять отрезком два сайта, у которых соответствующие ячейки соседние, тогда у нас получится обязательно плоский граф без сам пересечения. Вот. Хорошо. Значит, можно также сформулировать такой критерий о том, что является гранью графа Диланне и что является ребром графа Диланне. Это будет очень похоже на критерий для ребер и для вершин в диаграмме Воранова. Давайте сформулируем такую теорему. Во-первых, сайты ПИ, ПЖ, ПК являются вершинами одной ограниченной грани графа Диланне. Если и только если существует пустой круг, то есть существует такая точка Q, что пустой круг относительно этого множества точек P, он содержит на границе в точности ПИ, ПЖ, ПК, и, соответственно, внутри никого не содержит. Существует такая точка, что CQ относительно нашего множества сайтов P содержит на границе на границе ПИ, ПЖ, ПК. У нас что-то очень похожее было для определения, точнее, у нас был критерий того, что точки являются вершиной диаграммы Воранова. Там вот ровно это и было, что если мы описываем максимальный пустой круг с центром в какой-то точке Q, то, соответственно, внутри него никого нет, а на границе хотя бы три точки. То же самое и здесь. Три точки образуют грани, но точнее являются вершинами какой-то грани, если только если вот есть какая-то вершина диаграммы Воранова такая, что она от них от всех равно удалена, да, и, соответственно, внутри никого нет, а на границе круга есть вот эти хотя бы три точки. Ну и второе, значит, отрезок. Сейчас можно вопрос? Да, давайте. Вы сказали, что Q – это вершина диаграммы Воранова именно, или это просто точка? Нет, ну смотрите, если вот это выполняется, то это обязательно вершина диаграммы Воранова, потому что… Да, ну да, это мы доказывали. Да, да, это мы доказывали. И никаких других внутри, правда ведь? Ну это просто по поводу записи, что она содержит на границе. По определению пустой круг, вот это вот CQ, оно никого внутри не содержит, просто по определению. Да, понял. Спасибо. Вот. Второе. Отрезок P и P G является ребром триангуляции Дилане. Ребром триангуляции Дилане. Если и только если… Так, сейчас, секунду. Что у нас там было? У нас там существует какое-то… Ну да, существует Q. Так, на самом деле можно просто считать, что существует Q такое, что CQP содержит на границе P и P G и больше никого. И больше никого. Вот. Это тоже очень похоже на критерий того, что между двумя точками есть часть середины перпендикуляра в диаграмме Воронова. Там тоже мы там утверждали, что наличие серпера в диаграмме Воронова равносильно тому, что на нем есть какая-то точка, такая, что пустой круг с центром в ней содержит эти две и больше никого. Ну, здесь то же самое, только я еще опустил требование того, что Q лежит на середине перпендикуляре. На самом деле оно там и так неявно подразумевается. Вот здесь можно подписать, что Q лежит на середине перпендикуляре к P и P G. То есть это можно требовать, можно не требовать. Оно на самом деле автоматически. То есть если у нас на границе круга лежат P и P G, то автоматически точка Q лежит на середине перпендикуляре к P и P G, потому что она от них равно удалена. Поэтому это можно даже не требовать. Это автоматически вытекает из вот этого требования. А там точно ребро от триангуляции? Ну, в триангуляции мы можем выбирать против большинного способа. Виноват. Графа, да, спасибо, извините. Это я уже тороплюсь. Да, графа, конечно. Да, мы пока что только про графа говорим. Вот. И доказывается, собственно, ровно точно так же, как мы доказывали все про диаграмму Воранова, потому что здесь есть максимальная двойственность. Что просто один граф – это двойственный к другому. Мы грани считаем за вершины, соединяем ребрами как бы смежные грани. Вот, собственно, просто обычная двойственность. Поэтому все сразу приносится. Ну и отсюда сразу следует следующее. Значит, любая ограниченная грань графа Дилане выглядит как, как это называется, вписанный в выпуклый ногоугольник. Вписанный в какую-то окружность. Вписанный в окружность выпуклый ногоугольник. Ну, это тривиально, потому что что значит, что у меня как бы какие-то… Ну, то есть, например, есть какая-то грань, в которой больше, чем три вершины. Да, не знаю, 4, 5. Любые три из них являются вершинами одной и той же грани. Значит, по вот этому первому свойству есть какая-то точка, да, такая, что, значит, они все лежат на… Они все равнодален от этой точки. Ну, в общем, понятно, что тогда эта точка должна совпадать для любой тройки. Это несложно вывести. Значит, эта тогда точка должна совпадать для любой тройки вершин этого ногоугольника. Ну, и, значит, фигурка обязательно такая. Есть общий центр, точка Q, которая является на самом деле вершиной диаграммы Воронова. Вот, и ногоугольник выглядит как-то так. То есть, ну, вот что-то такое. Он может как содержать ту же Q внутри, так и может не содержать, например, что-нибудь вот такое тоже вполне себе может быть. И вот это вот вершинки, да, которые соответствуют вершинам, которые соединены в диаграмме, в треангуляции, где она и ребра. Ну, и, соответственно, тогда отсюда, раз каждая грань, которая еще не треугольник, она является выпуклым ногоугольником, тогда можно, на самом деле, ее как угодно дотреангулировать. Да, там, не знаю, например, вот так вот. Как-нибудь вот так. И здесь тоже как-нибудь вот так. И тогда получится триангуляция деланная. Значит, это тоже определение. Любая триангуляция графа деланная – это триангуляция деланная. Вот. И здесь, в частности, легко заметить, что если у меня каждая грань, которую мы, в принципе, должны триангулировать, это выпуклый вписанный ногоугольник, то вне зависимости от того, как мы ее триангулируем, у нас минимальный зубов будет один и тот же. И он будет опираться на самую маленькую из дуг. То есть вот у меня все вписано в окружность, у меня есть вот эти вот куски, у меня есть дуги окружности, на каждую из них после триангуляции должен опираться хоть какой-то угол, ну и, соответственно, минимальный из них должен опираться на минимальную дугу. Поэтому неважно, как мы триангулируем, минимальный угол всегда будет один и тот же. Значит, давайте вот здесь напишем замечание. Вне зависимости от способа триангуляции, вне зависимости от триангуляции, минимальный угол один тот же ну а про минимальный угол почему мы говорим ну потому что мы как бы мотивируемся тем что нам нужно построить такую триангуляцию которой минимальный угол как можно больше вот но а если у нас минимальный угол нет не изменяется при переходе между разными триангуляциями да ну внутри нашего вот многоугольника тогда неважно как именно триангулировать давайте что они все хорошие они все максимизируют минимальный угол потому что они у них одинаково просто будет у всех не вне зависимости от выбора триангуляции вот это триангуляция дианы хорошо значит давайте так нам все-таки наша основная цель это разработка этот алгоритм поэтому я сейчас сформулирую тезисно некоторые критерии некоторые свойства которые нам будут важны для построения алгоритма мы их видимо уже не успеваем доказать но значит они будут без доказательства но они помогают понять вообще как связано то что мы сделали да с тем как будет строен алгоритм значит теорема давайте нашу первый критерий первый критерий значит пусть есть произвольная триангуляция данного множества точек данного множества сайтов тогда я утверждаю что она является триангуляцией деланы вот в том смысле как мы только что определили то есть что она является подразбиением графа делала до треугольников если только если когда вы описываете круг вокруг любого треугольника этой тренингуляции внутри него не будет никаких других точек напишем эта тренингуляция является тренингуляция дианы если только если верно следующее круг описанный вокруг любого треугольника ты не содержит внутри себя других вершин триангуляции других вершин триангуляции вот такое интересное свойство ну и она собственно следует из того как мы строим триангуляцию деланы значит мы взяли все вот эти вот окружности описаны вокруг граней и их как-то посекли так что ну то есть так разбили на треугольнике так что все равно вокруг каждого треугольника окружность не изменилась соответственно внутри этой окружности не будет других точек вот и это опять этот перекликается из вот этим нашим утверждением про то когда какие-то три вершины лежат в одной грани да когда они являются вершинами грани ну вот когда пустой круг какой то есть который никого внутри не содержит а содержит их на границе ну там возможно кого-то еще вот и соответственно это можно перенести на такое утверждение что как бы чтобы найти триангуляцию деланы нам достаточно найти какой-то треугольный такой что круг описано вокруг каждого треугольника больше никого не содержит не слышу никаких других решений ну соответственно это как бы без доказательного доказательства как бы я и идейно проговорил что вот у нас есть утверждение показывающие как собственно устроен граф деланное да что там как когда три точки лежат в одной грани ну соответственно здесь нужно и как бы мы понимаем куда берутся окружности вот это вот пустые круги нужно просто наложить одно на другое и собственно все получится но за нехваткой времени мы это доказательства пусть вот значит первый критерий таким образом как бы мы что хотим да то есть в принципе можно было бы делать так вот есть у нас какой-то алгоритм сложный алгоритм форчуна который строит диаграмму воронова и потом по ней можно построить триангуляцию деланное да это можно но тот алгоритм ну довольно громоздкий тот который мы построим мне кажется чуть проще поэтому собственно я я я к нему и подвожу то есть в принципе можно было бы тренировать удивлена просто строить из диаграмма ворону построили агромарно потом построить шумуляцию делаем вот но чтобы это делать по другому чтобы напрямую строит реанграцию деланное нам нужно сначала понять какие-то свойства и вот например здесь с помощью этого критерий мы понимаем что достаточно найти нет ремня суде она и а просто какую-то триангуляцию такую что круг описанного круг любого треугольника больше никого не содержит ну вот просто переформулировка того что собственно мы ищем Хорошо. Но это еще не все. Нам будет нужна вторая перформировка. Нам нужно будет такое определение. Пусть в триангуляции Т есть два треугольника ПИ-ПЖ-ПК и ПИ-ПЖ-ПЛ. Причем они в объединении дают выпуклый многоугольник. Их объединение выпуклый, ну, четырехугольник. Значит, картинка какая-то такая. Вот есть такой треугольник и вот такой треугольник. Тогда операция Edge Flip устроена так. Она берет вот это вот общее ребро наших двух треугольников и меняет его на противоположное ребро ПК-ПЛ. То есть была такая картинка, а после Edge Flip будет такая картинка. Вот. ПИ-ПЖ-ПК-ПЛ. То есть у нас было два треугольника смежных по ребру. Я хочу вот это вот ребро общее удалить и вставить в противоположное ребро так, чтобы опять получились два треугольника смежные по ребру, только по другому ребру. И вот такую операцию мы будем называть Edge Flip. Ну, соответственно, по-русски это там как бы перебрасывание ребра. То есть мы взяли одно ребро и перебросили его на противоположное. Но короче, собственно, просто более емко будет говорить Flip. Собственно, мы так по-русски будем тоже говорить, что это Flip-ребра. Flip-ребра. Дальше мы будем говорить, что ребро нелегальное, определение ребро ПИ-ПЖ нелегальное. Если после совершения Flip-ребра ПИ-ПЖ минимальность углов увеличится. То есть смотрите, вот здесь у меня было шесть углов. альфа-1, альфа-2, альфа-3, альфа-4, альфа-5, альфа-6. Дальше я сделал Flip, и у меня стало шесть новых углов. Давайте альфа-1 штрих, альфа-2 штрих, альфа-3 штрих, ну и так далее. Так вот, ребро нелегальное. Если после Flip-ребра минимальный из углов увеличился. Если после Flip-ребра ПИ-ПЖ. Ну, я напишу так, минимальное из альфа-1 штрих по всем И больше, чем минимальное, так И плохо, И уже занято, давайте какую-нибудь другую переменную назовем. Ну, пусть будет Т. Больше, чем минимум альфа-ТТ по всем Т. То есть ребро нелегальное. Если можно его как бы исправить, его можно перебросить, его можно флипнуть. Так что нам станет лучше, мы наш минимальный угол увеличим. Напоминаю, наша глобальная цель – это попытаться максимизировать минимальный угол. Но тогда, извините, если можно просто между двумя соседними треугольниками флипнуть ребро и при этом увеличить минимальный угол, то, понятное дело, лучше так сделать. Мы так как бы, ну, возможно, не увеличим минимальный угол во всей треангуляции, но, по крайней мере, локально сделаем себе лучше. Вот, то есть, ну, этот рисунок, скорее, не очень хороший. Здесь как бы в обратную сторону приятно было бы делать, да? Ну, давайте это сразу и подчеркнем, что на этой картинке скорее вот так вот нужно делать флип. Соответственно, ребро ПКПЛ нелегально в том смысле, что если его флипнуть, то получится ребро ПИПЖ, и минимальный угол, понятное дело, вырастет. Здесь минимальный угол был где-нибудь вот здесь вот, да, там альфа-три-штрих, а здесь минимальный угол, но он вот здесь, и он, понятное дело, больше. То есть, извините, нелегальное ребро – это когда мы делаем флип и как бы локально увеличиваем минимальный угол. Вот что такое нелегальное ребро. Так, ну и, значит, простое утверждение, критерий легальности. Критерий легальности. Значит, пусть в Т есть два треугольника, ну вот те самые, пи-пж-пк и пи-пж-пи, тогда ребро пи-пж нелегально. То есть, если и только если круг, описанный вокруг пи-пж-пк, содержит пи строго внутри себя. Содержит пи внутри, строго внутри, в смысле не на границе, а строго внутри. Ну, то есть, картинка какая-то такая. Есть круг, есть вот один треугольник пи-пж-пк, и вот есть какой-то другой треугольник пи-пж-пл. Тогда, если точка пл попала внутрь этого круга, тогда выгоднее сделать флип и минимальный угол увеличится. Ну, как бы на картинке это более-менее понятно, да? То есть, если бы пл лежала на той же, как бы на границе окружности, то у меня получился бы вписанный четырехугольник, а тогда мы знаем, что вне зависимости от того, как именно мы его треангулируем, у нас минимальный угол останется неизмена. А если точка внутри, то этот угол будет сильно больше, чем угол пи-пк-пж, значит, можно флипнуть ребро и минимальный угол увеличить. Значит, доказательства, давайте я скажу, что… То есть, это будет без доказательства, но такой набросок я тоже скажу. Значит, доказательства используют теорему Фалеса в такой ее постановке. Терема такая, что если у вас есть какая-то окружность, две точки на ней, скажем, не знаю, там, А и Б, есть точка, ну, а дальше есть несколько точек, лежащих по одну сторону от А, Б, значит, С лежит внутри окружности, Д и Е лежат на границе окружности, точка Ф лежит вне окружности. Тогда вот если мы померяем все вот эти углы, там, А, С, Б, А, Д, Б, А, Д, Е и А, Ф, Д, тогда выполняется следующее, что угол А, С, Б самый большой, он будет больше, чем угол А, Д, Б, который равен углу А, Е, Б, это там, да, вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, значит, они равны, и это будет больше, чем угол, когда Ф за границей, больше, чем угол А, Ф, Б, вот так вот. Это там то, что называется терема Фалеса, можно так сказать. Вот, ну, и, соответственно, используя это, мы просто можем показать, что то, что написано выше, это критерий легальности. Ну, или формально, а критерий, скорее, нелегальности, да, потому что мы написали, когда ребро является нелегально. Вот, хорошо. И еще здесь, значит, есть такой приятный способ понять, верно это или нет, как проверить, что какая-то точка лежит внутри окружности, построенная на трех других. Значит, давайте тоже утверждение безрезательства. Пусть ПКУР – это вершины треугольника, заданные по часовой стрелке, заданные при обходе по часовой стрелке. Тогда точка S лежит внутри круга, внутри круга, описанного вокруг этого треугольника. Если и только если, выполняется следующее. Значит, можно посчитать определитель, и проверить, что он больше нуля. Вот, значит, зачем вообще это? Ну, как бы понятно, что если у меня все точки исходно-целочисленные, ну, там, произвольные, то, вообще говоря, можно просто явно построить окружность, проходящую через ПКУР, как-то, например, сделать. Ну, можно там построить серийный перпендикуляр к двум сторонам, пересечь, посчитать расстояние, и вот будет наша окружность. То есть мы знаем центр и радиус. И потом проверить, что этот центр удален от S меньше, чем на радиус. Так можно сделать, но это переход к даблам, и, видимо, даже к, ну, в смысле, к рациональным, и, видимо, даже к даблам, если вы извлекаете корень при подсчете расстояния. Вот, а если у вас все исходные точки целые, то с точки зрения как бы вычислительной надежности, да, с точки зрения избежания погрешности, лучше использовать вот такой целочисленный критерий. То есть вы просто считаете определитель, здесь все числа целые, определитель целый, да, вам не нужно будет переходить ни в какие там даблы и так далее. Единственное, эти числа могут быть довольно большие, потому что здесь есть квадраты, и они еще все перемножаются. В общем, числа могут быть большие, но все равно целые. Вот, и, соответственно, просто считаете определитель, и проверять, что он больше 0. То есть тоже можно в этом убедиться, что это, собственно, критерий того, что точка S лежит внутри круга. Вот, хорошо, значит, есть такой у нас критерий, да, и, собственно, мы понимаем, что это, собственно, критерий того, что точка S плохая относительно треугольника PQR, и нужно сделать флип. Наш ребро было нелегально. Вот, дальше определение. Триангуляция T называется легальной. Если в ней нет нелегальных ребер. В ней нет нелегальных ребер. Ну, и отсюда появляется очень простой алгоритм того, как сделать любую треангуляцию легальной. Значит, есть у вас какая-то треангуляция, в ней есть какие-то нелегальные ребра. Давайте их просто флипать до тех пор, пока нелегальные ребра не пропадут. То есть мы их вот так флипаем, флипаем, да, то есть нашли нелегальный ребро, сделали флип, нашли нелегальный, сделали флип и так далее. То есть я утверждаю, что этот алгоритм обязательно закончится, и мы перейдем в легальную треангуляцию. Значит, утверждение, которое здесь можно сформулировать, такое, что из любой треангуляции можно построить легальную за конечное количество H-флипов. За конечное число флипов. Можете ли вы мне пояснить, почему это будет конечное количество? То есть алгоритм очень простой. Мы просто берем и флипаем ребра, пока можно, пока они нелегальны. Вот вопрос к вам. Можете ли вы объяснить, почему такой алгоритм обязательно конечный? Почему мы придем в легальную тренингуляцию? Ну, потому что если у нас есть нелегальное ребро, то мы его можем флипнуть, значит, мы еще не закончились. А при этом всего ребра сейчас хотели... Ну, короче, там... Идея в том, что алгоритм остановится, потому что у нас конечное количество вариантов. Можете сказать, что мы увеличиваем что-нибудь каждый раз? Да-да-да, так и есть. Все верно говорите. Мы доказываем только конечность алгоритма. Можно для доказательства рассмотреть вектор просто всех углов. Значит, мы знаем, что в любой тренингуляции фиксировано количество треугольников. Пусть в тренингуляции Т треугольников. Тогда мы составим вектор углов всех треугольников. Альфа-1, альфа-2 и так далее. Альфа-3Т в порядке возрастания. Список углов в порядке возрастания. Ну, и тогда легко заметить, что каждый H-флип этот вектор увеличивает. Каждый флип ребра увеличивает этот список. Ну, в смысле лексикографический. Этот список лексикографический. Потому что он увеличивает минимальный из углов. Значит, первое отличие – это обязательно увеличение угла. Ну, все. Мы обязательно увеличиваем наш вектор углов. Дальше треангуляции, понятное дело, конечное количество. Там, кстати, на семинаре была задача, что показать, что треангуляции не больше, чем 2 в степени типа C-зен-под-2. Их в любом случае очевидно конечное количество, потому что каждое ребро либо включено, либо нет. Их там 2 в степени как раз C-зен-под-2 максимум. Ну, значит, и на каждом шаге мы увеличиваем список ребер, значит, суммарное количество итераций конечных, хоть и, возможно, экспенсиально. Вот такая процедура легализации. Значит, мы поняли, что любую треангуляцию можно легализовать путем многократных флипов ребер. Ну и, наконец, теорема, второй критерий. Второй критерий треангуляции деланное. Следующий. Легальность равносильна тому, что мы получили треангуляцию деланное. Треангуляция T легальна. Если и только если, то это треангуляция деланное. Значит, опять-таки без доказательства. Ну, доказательство здесь просто активно используют первый критерий. Первый критерий, я напомню, это когда мы показали, что быть с треангуляцией деланное – это то же самое, что иметь окружность вокруг каждого треугольника, не содержащую внутри остальных вершин треангуляции. Ну, собственно, вот здесь вот, раз мы дали определение того, что такая легальная треангуляция, поняли, что это на самом деле просто нужно будет для каждой пары статистических треугольников проверить, что одна вершина не лежит в окружности, описанной вокруг другого. Ну, собственно, это почти одинаковые условия. Одно из них только более сильное, потому что здесь, когда мы проверим легальность, мы как бы описываем окружность вокруг треугольника, потому что одна точка не лежит внутри этого круга. А когда мы говорим вот в первом критерии, у нас в этой окружности нет никого вообще, нет никакой другой точки. Ну, соответственно, там надо проверить, что достаточно проверять только вторую вершину, ну, точнее, вершину треугольника смежному, вот этому вот, по которому построили окружность, и тогда получится вот такая тоже эквивалентность. Хорошо, значит, вот этот критерий говорит нам, что на самом деле достаточно построить просто какую-нибудь легальную треангуляцию, но вот выше мы, в частности, ее построили. Какая-то легальная треангуляция, да, задолго, возможно, за экспоненту, но гарантируешь, что это получится треангуляция деланная. Вот, ну и последняя теорема, которая нам нужна, которую мы, наверное, просто докажем, что треангуляция деланная максимизирует минимальный угол. Треангуляция деланная максимизирует, это, собственно, то, что мы хотели, максимизирует минимальный угол, то, что мы хотели. Ну, давайте это докажем. Пусть не так. Пусть Т – это треангуляция деланная с минимальным углом альфа. Есть какая-то другая треангуляция Т-штрих с минимальным углом бета, который больше, чем альфа. Т-штрих – другая треангуляция с минимальным углом бета, который больше, чем альфа. Тогда мы сделаем следующее. Мы сначала Т-штрих легализуем. Легализуем Т-штрих. Получим какую-то новую треангуляцию Т-2-штриха. То есть наша процедура, которая легализует любую треангуляцию, мы можем просто пофлипать сколько-то ребер, нелегальные ребра флипаем, до тех пор, пока не получим, что все ребра легальные, то есть пока не получим легальную треангуляцию. Получили Т-2-штриха, и у нее минимальный угол, понятное дело, мог только вырасти. Раз каждый флип нам увеличивает минимальный угол локально, то значит глобально он тоже не может убывать. Значит, минимальный угол в этой новой легальной треангуляции больше равен, чем бета. Хорошо. Но тогда что получается? Смотрите, у меня есть треангуляция ДЛНТ с минимальным углом альфа. И есть какая-то легальная треангуляция Т-2-штриха с углом гамма, который больше, чем альфа. Но извините, мы же знаем, что Т-2-штриха тоже треангуляция ДЛНТ. Вот по этому второму критерию мы знаем, что Т-2-штриха, раз это легальная треангуляция, то это обязательно треангуляция ДЛНТ. Значит, Т-2-штриха тоже треангуляция ДЛНТ. Но это получается противоречие, потому что у меня получились две треангуляции ДЛНТ, у которых минимальный угол разный. Здесь альфа, а здесь гамма больше, чем альфа. Но мы с вами строго не доказали, но проговорили, что если есть две треангуляции ДЛНТ, то минимальный угол в них одинаковый, потому что каждая треангуляция такая получается под разбиением выпуклых граней графа ДЛНТ треугольниками, и там минимальный угол будет один и тот же, он просто опирается на минимальную дугу. И так по всем многоугольникам берем самую маленькую дугу, получается минимальный угол. Значит, чтобы завершить доказательства, нужно написать, что у треангуляции ДЛНТ одинаковый минимальный угол. Противоречие. Итого, большой пласт теории, который нам говорит на самом деле следующее. Треангуляцию ДЛНТ можно искать просто как какую-то легальную треангуляцию, и в ней тот самый минимальный угол будет максимально возможным. Значит, алгоритм будет такой, который мы сейчас будем строить. Мы просто будем поддерживать легальную треангуляцию, и, собственно, она и будет нам давать максимально возможный минимальный угол по всем треугольникам. То есть наша задача – это просто найти легальную треангуляцию, и она вот по всему этому пласту теории и будет нашей искомой, которая максимизирует минимальный угол. Вот. Ура. Значит, вроде с теорией мы разделались. Значит, тогда давайте переходите к алгоритму. Алгоритм. Значит, он будет следующим. Он будет итеративным и рандомизированным. Рандомизированным. Итеративный. Рандомизированный. Рандомизированный. Значит, смотрите, давайте мы сначала возьмем точку, которая находится… Ну, короче, самую высокую точку в нашем множестве сайтов возьмем. Так, сейчас, на секунду. Да, ну, в общем, давайте возьмем точку P0. П0. Выберем среди сайтов точку P0. То есть это точка с максимальным Y. Среди таких с максимальным… Сейчас, или с минимальным? Неважно. Давайте возьмем с минимальным. А, нет, нам этого не хватит, да? С максимальным Y. Хорошо. Значит, возьмем точку самую высокую, среди таких с самой правой. Значит, вот какая-то точка P0. Самая высокая, самая правая точка. Дальше. Вот все остальные где-то там слева, снизу, от нее расположены. Давайте дальше возьмем точку фиктивную P-1 где-то бесконечно далеко справа внизу и точку P с индексом минус 2 где-то бесконечно далеко слева вверху. А именно возьмем их так, чтобы… Так, ее чуть левее еще нарисуем. То есть мы введем фиктивные точки, которые нам будут очень удобны для нашего алгоритма. Значит, возьмем их так, чтобы треугольник с вершинами P-2, P0 и P-1 целиком содержал внутри себя все точки нашего множества, все наши сайты. Так, у меня не получилось. Ну, как-то так это будет выглядеть. Соответственно, вот здесь там P1. Короче, взяли такие достаточно далекие точки, чтобы внутри этого треугольника были все наши исходные точки, исходные сайты. А дальше будем делать следующее. Мы случайным образом перемешаем все вот эти вершины, просто построим на них случайные перестановку. Среди всех перестановок возьмем равновероятно случайные. То есть все перестановки будут равновероятны. И будем делать следующее. В каждый момент времени поддерживать триангуляцию деланное, то есть произвольную легальную триангуляцию для текущего множества точек. Вот исходно у меня есть один треугольник P-2, P0, P-1. И для него единственная триангуляция – это просто он сам. А дальше будем добавлять постепенно вершины, то есть наши сайты, будем добавлять вершины нашего множества. И как бы дотреангулировать так, чтобы опять получилась легальная триангуляция. Скорее всего, будет происходить что-то следующее. Вот была какая-то триангуляция на предыдущем шаге. Что-то такое было. Пришла какая-то новая точка, случайная, да, случайная из оставшихся. И она, скажем, попала в какой-то треугольник. Не знаю, пришла точка PR и попала в треугольник. Тогда мы давайте просто проведем вот такие вот три ребра. Дотреангулируем тот треугольник, в который она попала, так, чтобы опять получилась треангуляция. А дальше просто вызовемся какими-то процедурами, которые будут пытаться вот эти ребра легализовать. Ну, точнее, вот эти вот ребра будут пытаться легализовать. То есть какая могла быть проблема, да, возникнуть? Может быть такое, что вот это ребро, да, если сейчас вот это вот синее ребро, вот это синее ребро, оно раньше могло быть легальным, да, потому что, скажем, вот такой вот круг больше никого не содержал, да, не содержал никаких других машин. А теперь он начал содержать точку PR. И, соответственно, надо флипнуть это ребро и его поменять вот на такое. И тогда, соответственно, все коллизии, которые возникают, все нелегальности, которые возникли, они только связаны с новой добавленной точкой PR. Соответственно, давайте тогда просто вот так вот рекурсивно запустимся обходом по всем вот этим ребрам, которые потенциально могли стать нелегальными, и флипнем их, если нужно, и, соответственно, запустимся дальше. Ну, то есть у меня, по сути, у меня поменялся один из треугольников, то есть у меня вот этот большой синий треугольник менялся на вот такой, как инцидент на вот этом ребру. Тогда давайте я для этого ребра проверю, не стало ли оно вдруг нелегальным. Если стало, то я его флипну, и дальше проверю для всех остальных ребер, то есть не стало ли вот это ребро нелегальным и вот это ребро нелегальным и так далее. То есть у меня будет такой расходящий алгоритм, который флипает ребра до тех пор, пока не установит легальность. Все, это акциональный алгоритм. Давайте я его запишу. Мы случайно перемешиваем точки P1, P2 и так далее. P, ну, n-1, все остальные точки случайно перемешал. Дальше поддерживаем легальную триангуляцию. легальную триангуляцию для множества точек P-2, P-1 и так далее. P, R-1. Значит, потом, соответственно, вставляем новую точку P, R. В цикле по всем R, там от 1 до 1, мы вставляем эту точку в нашу триангуляцию. Дальше подразбиваем нужный треугольник, подразбиваем треугольник, в который попала P, R. В который попала P, R. Ну и, значит, дальше просто запускаемся рекурсивно вот этим обходом, который флипает ребра, пока не получит, что все ребра легальны. Значит, запускаем флипы. Пока не восстановим легальность. То есть я считаю, что, по крайней мере, с точки зрения описания идеи, этот алгоритм проще, чем алгоритм форчена, потому что тут, как минимум, нет никаких парабол, нет никаких событий, которые там тупо являются, удаляются. Короче, по крайней мере, с точки зрения концепции, мне кажется, что это проще. Вот. Хорошо, значит, вот такой будет алгоритм. Здесь, конечно, много всяких тонких мест, в частности, например, вот как понять, какой треугольник надо подразбить. То есть, по сути, что у меня есть? У меня есть какая-то треугуляция текущая, дальше где-то внутри нее возникает точка, и мне нужно понять, внутри какого треугольника эта точка лежит. То есть мне нужно как-то быстро, достаточно эффективно локализовать точку в множестве треугольников. Это мы скажем, как делать. То есть, собственно, есть такой тонкий момент, что среди большого числа треугольников, которые уже построены, нужно как-то понять, где лежит наша новая точка. Это один тонкий момент. Второй тонкий момент какой? Ну, вот что-то надо сделать с точками P-1, P-2. Надо сказать, как их выбрать. И на самом деле мы не будем им явно задавать координаты, мы будем их всегда как бы с ними работать чисто символически. То есть считать, что это не какая-то реальная точка, достаточно далекая, а просто точка с номером минус 1 или минус 2. И, соответственно, во всех случаях мы будем аккуратно ифать, что если хотя бы одна из точек, с которой мы работаем, имеет отрицательный индекс, то значит, с ней нужно как-то аккуратно по-своему работать. Не как с обычными. То есть мы не можем построить окружность, проходящую через P-1, потому что она супердалеко. Эта окружность будет какая-то супергигантская, там будет куча погрешностей, будет что-то неадекватное и так далее. Поэтому мы с вершинами P-1 и P-2 будем всегда очень аккуратно работать, не задавая явный им координат. Вот такие есть тонкости. Ну а пока мы просто отметим, что этот алгоритм конечный. Значит, замечание. Этот алгоритм конечный. Ну, собственно, это очевидно, потому что что мы делаем? Мы просто на каждом шаге поняли, где лежит точка, подразбили треугольник, а дальше запускаем флипы и исправляем все нелегальности. Мы с вами знаем, что если просто путем флипов делать флипы, флипы до тех пор, пока это возможно, то в конце мы обязательно за конечный шагов пойдем к легальной треангуляции. Мы так просто n раз, то есть по сути мы просто n раз легализуем треангуляцию. Мы знаем, что каждый такой шаг, он занимает конечное количество действий, потому что мы доказали, что легализация всегда конечная. Более того, этот алгоритм работает в среднем за n-logan. Матожидание времени работы есть от n-logan. При этом количество флиппов ребер в среднем есть от n. Мы тоже не будем это доказывать, это еще более громоздко, но смотрите, за счет того, что мы случайно эти точки вставляем, есть какая-то надежда на то, что в среднем нужно будет делать мало флипов. Потому что вообще, когда возникает подрядность делать флип? Когда новая добавленная точка попала в какой-то из кругов, описанный вокруг какого-то треугольника. Ну, понятно, что если у нас все случайно, то эта точка будет там лежать довольно редко. Это совсем неформальное описание, но по крайней мере на это можно надеяться, что такое происходит довольно редко. В общем, это и происходит. Можно доказать, что в среднем количество флипов, которые мы запускаем суммарно по нашему алгоритму, будет линейным за все наши итерации. Но время работы n-logan, оно получается за счет как раз, то есть здесь основное время, это локализация. Значит, основная сложность. Основная сложность. Это локализация. То есть как понять, в каком треугольнике лежит точка. То есть определение, в каком треугольнике лежит PR. То есть флипы суммарно занимают только линию, а самая сложная, основная часть по времени работы – это локализация, то есть нахождение точки в нашей большой треугуляции, которая была построена на предыдущем шаге. Так, хорошо, давайте тогда напишем такой псевдокод. Псевдокод нашей процедуры построения треугуляции ДЛН. Ну, там с P0, P-1, P-2 мы разобрались. Дальше я запускаю рандом шафл на P1, P2 и так далее, Pn-1. Затем по всем R от 1. Я просто хочу записать, от каких именно ребра мы запускаем процедуру вот этой легализации. По всем R от 1 до n-1. Здесь еще есть момент, что точка PR могла попасть либо во внутренность какого-то треугольника, либо между какими-то двумя треугольниками на границу. И тогда, соответственно, нужно нам немножко по-другому действовать. Значит, ну вот пусть PR внутри треугольника PIPJPK. Значит, картинка такая, да? Был какой-то треугольник PIPJPK. Внутрь попала точка PR. Внутрь попала точка PR. Вот эти три ребра мы проводим. Соответственно, старый треугольник мы разрушаем. Заводим три новых. И нам нужно будет проверить на легальность вот эти вот три ребра. Если они нелегальны, то их флипнуть и, собственно, запуститься рекурсивно вот тех ребер, опять, которые поменялись. Пусть вот это верно. Тогда, значит, удалить треугольник PIPJPK. Добавить треугольники. Ну, давайте, напишу, что все формально. PIPKPR. PIPJPPR. IPJPKPR. А, ну да, кстати, мы же с вами хотим, чтобы каждый треугольник задавался по часовой стрелке, чтобы вот тот наш критерий был удобно проверять. Поэтому здесь давайте я еще так индексы переставлю, чтобы вершины всегда шли в порядке по часовой стрелке. Тогда нам будет приятно и не нужно будет каждый раз вот в словом определителя. Мы свели задачу определения, что и лежит ли точка внутри окружности, внутри круга, к по счету определителя. Вот там нужно, чтобы все треугольники были по часовой стрелке. Значит, PIPJPK был по часовой. Тогда нужно добавить треугольник PIPKPR. Значит, здесь неверно. Давайте я перепишу, чтобы это было... PIPKPRPK. Мы там на второй строчке снова PIPK. Еще раз повторите, пожалуйста. На второй строчке, ну, на самой нижней строчке в начале снова PIPJPK. А, да-да-да, сейчас все исправлю, да, спасибо. Значит, получился вот этот вроде по часовой. Да, значит, здесь вообще я написал какой-то бред. Давайте я это удалю. Здесь я хотел PIPJPPR сделать. Это опять по часовой стрелке. И здесь PIPKPR тоже по часовой. Да, все хорошо. Значит, добавили треугольник, который обходится тоже по часовой стрелке. Вот. Ну и запущу еще процедуру. Legalize Edge. Легализовать ребро. С вершинкой PR и ребро, которое я легализую, это будет PIPJ. Дальше. Legalize Edge. Новая вставленная вершинка – это PR, а легализовать я пытаюсь PIPJPK. Legalize Edge. PKP. Вот. Это значит, с точки, когда мы попали во внутренний треугольник. Значит, иначе пусть PR на границе… треугольников PIPJPK и PIPJPPR. Значит, тогда картинка следующая. Вот есть два треугольника наши. PIPJPK. Так, что по часовой, да? Чтобы это было PIPJPK. А здесь у него будет что-то в стиле… Тут надо будет по-другому написать. PIPJPPR. Так, что было по часовой, будет такой получается треугольник. Значит, тогда, ну, понятно, вот она наша новая точка, красненькая, PR. Мы удаляем наши старые два треугольника и добавляем вот такие вот четыре новых. Да, давайте я не буду писать, какие мы добавляем. Но я напишу, что удалить два старых, добавить четыре новых. Удалить два старых, добавить четыре новых. И, соответственно, опять-таки, мне нужно запуститься с процедурой Legalize от вот этих вот четырех крайних ребер, которые могли стать нелегальными. Legalize Edge. От PR, PIPL, PLPJ, PJPK и PKPay. Соответственно, здесь будет уже четыре Legalize Edge с одной и той же вершинкой PR, новодобавленной. И теперь ребро, которое я проверяю на легальность, это вот те старые четыре ребра наших треугольников. Вот, это, значит, то, как работает наша внешняя процедура, которая поддерживает корректную легальную триангуляцию. Хорошо, значит, что мне осталось делать? Мне осталось понять, как локализовать, то есть, как понять, где лежит наша точка. Дальше, понять, как работает Legalize Edge. И что делать с точками P-1, P-2, как их корректно обрабатывать. Так, давайте, наверное, начнем с простого. Давайте начнем с Legalize. Значит, как работает Legalize Edge. Legalize Edge. PR. Мне можно секунду вернуть на предыдущий? Давайте сейчас. Да, да, да. Спасибо. Итак, мы начнем с разбора того, как работает Legalize Edge. Напоминаю ситуацию. Есть у меня вершина PR. Она является вершиной треугольника PR, P и P-G. И мы пытаемся это ребро легализовать. Значит, это ребро может быть нелегальным. Только если, когда я описываю окружность вокруг вот этой штуки, сюда попадает... Так, сейчас. В нее попадает вершина другого треугольника, которая натянута на ребро PR, P-G. То есть, вот здесь есть какая-то точка. Значит, ну, что я здесь делаю? Значит, пусть P-K – это вершина второго треугольника. Там вершина второго треугольника. Что мне нужно еще хранить? Мне нужно, получается, для каждого ребра как бы хранить две ссылки на первый треугольник и на второй треугольник. То есть, вот это ребро будет как бы ссылаться на первый треугольник и на второй треугольник, чтобы быстро уметь между ними переходить и чтобы быстро понимать, каким треугольником, соответственно, данное конкретно ребро P и P-G. Так вот, значит, есть два треугольника. Один из них – это PR, PI, P-G. Другой – это какой-то PI, P-K, P-G. Какой-то P-K. Ну и дальше, если ребро нелегальное, если ПК внутри круга, то есть я просто напишу, что если ПИПЖ нелегально, что мы определяем с помощью определителя? С помощью определителя, чтобы не переходить к сложным вычислениям, мы лучше посчитаем все в наших целых числах с помощью определителя. То нужно, ну как всегда, нужно это ребро флипнуть, удалить старые два треугольника, добавить новые два и запуститься рекурсивно от ребер ПЖПК и ПКПИ. То, что нужно сделать, удалить два старых треугольника, добавить два новых и запуститься рекурсивно процедурой Legalize Edge. От ПЖ, от ПР, простите, и значит здесь какие теперь ребра могли стать нелегальными. Вот это вот ПИПК. И его сосед ПКПЖ. Вот, то есть смотрите, да, еще раз, вот был у меня какой-то треугольник, сейчас я его нарисую, вот этот вот. Я понял, что в нем вот эта вот сторона плохая, нужно ее флипнуть, соответственно, эта сторона удаляется, а эта сторона добавляется. Тогда что, по сути, поменялось? У меня вот эти две, два отрезка как были, так и остаются. Соответственно, единственная, как бы нелегальность, может быть, в этом ребре я, собственно, рекурсивно запускаюсь, проверяю легально оно или нет. То же самое для этого треугольника. Здесь это ребро было, это ребро я добавил, соответственно, нужно просто проверить, является ли легальным вот это ребро ПИПК или нет. Ну, соответственно, я просто запускаюсь, и там рекурсивно, если нужно, опять его пофлипал, запустился рекурсивно от двух соседей, если нужно, их флипаю и так далее, и так далее. То есть такое просто расхождение вокруг PR, мы флипаем те ребра, пока у меня не восстановится вся легальность. Хорошо. Ну и здесь же можно показать, что это все будет корректно. То есть мы действительно все наши ребра, которые потенциально могут быть нелегальны, мы обязательно проверим. Для этого утверждение, после завершения всех легалайзов, после завершения всех легалайз-эдж, получим легальную триангуляцию. Это следует из того, что добавляемые ребра, то есть мы какие-то ребра удаляем нелегальные и вставляем их, антиподы, они уже обязательно будут легальны. Это следует из того, что добавляемые ребра одной из вершин содержат PR. То есть вот всегда, когда я какое-то ребро удаляю, я обязательно добавляю ребро, которое ему противоположно, и вершина этого ребра обязательно будет PR. То есть легко проследить, что наш легалайз-эдж именно такой. Он удаляет какое-то ребро, не содержащее PR, и вставляет ребро, содержащее PR, как один из концов. Значит, а такие ребра обязательно лежат в графе Деланы. То есть смотрите, что происходит. Значит, мы вставили какую-то точку, дальше провели три ребра. Давайте в случае, когда исходная точка, которую мы вставляем PR, она лежала внутри треугольника, и мы, соответственно, провели три ребра. Дальше что? Я утверждаю, что эти ребра уже обязательно будут легальными, потому что они лежат в графе Деланы, а значит, их уже точно не надо будет трогать. Соответственно, единственная нелегальность может быть для вот этих трех ребер. Но для них я запускаю процедуру легалайз-эдж, и если надо, флипы. Соответственно, скажем, вот это ребро было нелегально, я его удалил, я его удалил, добавил в такое ребро. Теперь это ребро легальное, это легально, соответственно, нелегальности могут быть только на концах вот этих вот треугольников. А для них я запускаю рекрусивно, и если нужно, их флипы. То есть, смотрите, если доказать вот это подтверждение, что те ребра, которые я добавляю, обязательно держат в графе Деланы, а значит, они автоматически нужны нам, их не нужно флипать. Тогда все потенциальные нелегальности я исправлю, потому что я поставил точку, она образовала какие-то нелегальности. И все ребра, которые потенциально могли стать нелегальными, я до них даю вот этим вот расходящимся обходам. Единственное, осталось доказать, что те ребра, которые я добавляю, они обязательно будут легальными, то есть, они обязательно держат в графе Деланы. Так, давайте немножко это осветим. Да, ну, значит, такое полудоказательство, то есть, давайте это утверждение тоже с вами без доказательства к экзамену, а так я, опять-таки, немножко осуществлю, почему это верно. То есть, почему все ребра, которые одним из концов содержат новые ПР, обязательно легальны, то есть, обязательно будут реангуляции Деланы, в графе Деланы. Ну, смотрите, вот давайте посмотрим на самое начало, когда мы нашу точку ПР вставили в какой-то треугольник. Что это означало? Вот раньше у меня была легальная треангуляция, то есть, была какая-то треангуляция Деланы. Это, в частности, означало, что вот в этом вот круге никого больше нет. То есть, во внутренности этого круга нет никаких других сайтов. И единственная новая точка, которая лежит в этом круге, это точка ПР. Хорошо, тогда вот давайте возьмем какую-то вершинку ПИ. И давайте наш круг, вот этот большой круг, так сузим, чтобы он по-прежнему содержал ПИ и содержал ПР на границе. А точки ПЖ и ПК уже не содержал. То есть, ну, вот круг будет какой-то такой. То есть, был какой-то круг С, значит, его можно сузить до круга С', который вложен в круг С. Так что, С' содержит ПИ и ПР на границе и больше никого. На границе больше никого. Больше никого. Ну, извините, а это у нас критерий того, что отрезок между двумя сайтами является ребром треангуляции Деланы. Что есть какой-то круг, проходящий, то есть, пустой круг, внутри которого нет вершин. И на границе которого есть в точности вот эти наши две точки ПИ и ПР. Я просто так сузил исходный большой круг до круга поменьше. То есть, была какая-то точка внутри него. Я сузил так круг, чтобы он точку ПИ оставался содержать. Теперь начал содержать ПР на границе. Значит, это как раз-таки критерий того, что ребро ПИ и ПР лежит у нас в графе Деланы. Это у нас был такой критерий, что если есть такой круг, то обязательно ПИ и ПР это ребро. Ну, соответственно, точно так же можно было бы сдуть этот круг до такого, до такого, до такого. Тем самым вот эти три ребра точно лежат в графе Деланы. Просто по нашему критерию того, что является ребром графа Деланы. Ну, а дальше, то есть, это что происходит, когда мы вставляем ребро. Значит, нужно еще рассмотреть случай, когда мы флипаем ребро. Но там точно так же. Там у нас был какой-то круг, внутри которого никого не было. То есть, исходно же была легальная треангуляция. То есть, внутри круга никого не было. Дальше встала новая точка PR, ну и мы также можем сузить круг, чтобы он содержал только вот эти две точки на границе. Значит, это обязательно будет ребро графа деланным. То есть в итоге мы поняли, что наш алгоритм действительно в конце получит нам легальную тренингуляцию за конечный счет шагов. То есть больше никаких нелегальностей быть не могло. Значит, первый шаг – это был шаг с legalized edge, как работа. Значит, второй шаг – это мы хотим научиться решать задачу локализации. Задача локализации. То есть как понять, где лежит, в каком треугольнике лежит новодобавляемая точка PR. В каком или в каких треугольнике лежит точка PR. То есть, да, напоминаю, первый шаг, который нам нужно сделать – это понять, в каком треугольнике или в каких двух треугольниках лежит точка PR. И дальше как-то его подразбить и запустить legalized edge. Значит, вот как это делать. Мы сделаем следующее. Мы будем в каком-то смысле хранить историю всей нашей тренингуляции в виде ориентированного циклического графа. Мы храним историю тренингуляции в виде DAG. DAG Directed Cyclic Graph. Ориентированный циклический граф. Значит, каждая вершина – это треугольник. Вершина – это треугольник. Но, возможно, не треугольник текущей треугуляции, а треугольник, который когда-либо был. Треугольник, который когда-либо существовал. Который когда-то существовал. Соответственно, в самом начале, когда мы еще ничего не делаем, у нас есть только одна вершина, которая соответствует треугольнику P-2, P0, P-1. Вот есть такой один треугольник. Дальше. Какие у меня бывают процедуры? У меня есть процедура подразбить один треугольник на 2 или на 3, в зависимости от того, куда попала точка на границу или во внешность. И есть еще процедура флипа. Давайте с ними поймем, как работать, и поймем, как меняется наш DAG. Значит, первая процедура – это когда один треугольник разбивается на 2. Ну, или на 3. Разбивается на 3. Здесь все очень просто. Картинка такая. Был какой-то треугольник P-2, P-GPK. Пришла новая точка PR. И, соответственно, старый треугольник распался, а вместо него появилось тренок. Но давайте тогда из вершины, которая отвечает треугольнику P-2, P-GPK, проведем ребра в 3 новые вершины, которые отвечают новым 3 добавленным треугольникам. То есть будет вершина, отвечающая треугольнику P-K, P-I, P-R. Будет вершина, отвечающая треугольнику P-I, P-G, P-R. Ну и будет вершина, отвечающая треугольнику P-G, P-K, P-R. то есть просто ну как бы вот мы знали что исхода был такой треугольник и мы знаем что с ним происходит вот на данной итерации он просто распадается на 3 соответственно давайте просто проведем три ребра вот эти два три новых треугольник если же была картинка вот какая-то такая да что было два треугольника смежных по ребру и пришло pr вот сюда вот пришло pr вот сюда тогда что происходит мне нужно вот этот первый треугольник разбить на два вот таких просто из треугольника p и pgpk провести давайте не будет писать слишком много букв короче если точка p попала на границу двух треугольников тогда нужно просто разбить на 2 1 треугольник и разбить на 2 2 3 здесь будет не 3 как бы дочерние дочерних узлов а всего 2 вот то есть ситуация по сути такая же значит это что происходит с подразбеянием теперь что происходит с флипами edge flip edge flip мы будем обрабатывать так вот был у меня получается два треугольника какие-то да и я вместо вот этого ребра строю вот такое ребро пусть там было p и pg pkpl соответственно было в моей истории были две вершинки которые соответствуют этим треугольником p и pgpk и треугольник p и pgpl тогда давайте я просто заведу две вершины соответствующим новым нашим треугольником это что будет p и pkpl и pk pgpl ну и просто проведу ребра вот такие туда соответственно был старый треугольник он так подразбился ну то есть он точнее флипнулся с другим так что теперь как бы он перешли то есть они вместе вот эти вот треугольник пришли вот в эти два когда давайте просто перекрестим все вот эти четыре про проведу это как бы означает что вот этот наш треугольник как-то так изменился что теперь он находится частично здесь и здесь то есть он так подразбился так флипнулся что он как бы но так на два разделился и с этим то же самое да он был один треугольник а теперь он частично ходишь в чем в чем смысл смысл в том что когда мы спускаемся вниз по какому-то ребру мы по сути переходим в меньший треугольник и тогда как решать задачу локализации мы встаем в корень нашего дага встаем в вершину которая возящая треугольнику p-2 p0 p-1 и дальше смотрим а она понятное дело что нова добавленome точка pr заведомо лежит в этом третьеугольнике то есть только которое мы пытаемся локализовать точно лежит в этом корневом треугольнике дальше его есть несколько работам два или три вопрос в каком из них лежит наша точка ну хорошо вот если у меня три опции есть три треугольника давайте просто поймем в каком из них мы лежим спустимся туда Потом опять, это какой-то треугольник, который когда-то существовал. Дальше он как-то подразбился или как-то видоизменился. Соответственно, то есть либо он подразбился на 2 или 3 треугольника вот здесь, либо он флипнулся с другим, и, соответственно, он лежит либо здесь, либо здесь. Ну, тогда давайте просто опять, у меня есть 2 или 3 опции. Я просто спускаюсь в тот из 2-3 треугольников, в котором лежит наша новая точка P. Итак, в итоге я дойду до листовой вершинки, а листья – это как раз будут текущие треугольники нашей треугуляции. И, собственно, там и будет лежать наша вершина. В итоге локализация работает так. Локализация. Встать в корень сначала. Дальше мы делаем спуск в такой дочерний треугольник. Дочерний треугольник, где лежит та точка P, который мы пытаемся локализовать. Значит, завершаемся в листе. Завершаемся в листе. А лист – это и есть треугольник текущей треангуляции. Треугольник текущей треангуляции. Ну, потому что что такое нелистовые вершины? Нелистовые – это те, которые изменились. То есть, которые когда существовали, дальше их как-то изменил, либо подразвил, либо флипнул. То есть, они перестали существовать, и теперь их более свежая версия вот такая. Соответственно, лист – это треугольник, который больше не менялся. То есть, он когда-то создался и больше не изменялся. То есть, как раз лист – это какой-то треугольник треангуляции. Ну и все. Получается вот такой даг, внутри которого мы можем локализовать нашу точку P. И за счет случайного перемешивания, и за счет того, что суммарно будет всего линейное количество флипов, мы можем доказать, что глубина этого тага будет логарифмическая. Ну, в смысле, да, там, мотожидание будет логарифмическое. За счет случайного порядка P1 и так далее, Pn-1 граф будет иметь в среднем логарифмическую губину. Логарифмическую губину. Вот, тем самым мы решили сзазать локализацию. Хорошо. Ну и, соответственно, последняя тонкость, с которой нужно разобраться, это как обрабатывать точки P-1 и P-2. Как обрабатывать точки P-1 и P-2. Давайте так. Давайте мы скажем, что пусть… Ну, не так, да, значит, будем говорить. Будем говорить, что точка P выше точки Q. Если, значит, либо у нее больше Y, либо у них одинаковый Y, но X меньше. И тогда мы скажем формально. Значит, формально P-1 – это точка, которая располагается ниже всех точек из исхода множества P. точка ниже всех точек P. Такая, что из нее все точки в порядке по часовой стрелке видны в порядке возрастания отношения выше. В порядке высоты я напишу. В порядке высоты. Вот, картинка такая. Значит, есть какие-то наши точки. Вот какие-то такие точки исхода множества. Дальше я беру вот эту точку настолько далеко, настолько справа, что значит, что я смотрю на все эти точки в порядке по часовой стрелке. То есть я провожу все вот такие векторочки, сортирую их по углу в порядке по часовой стрелке. И тогда понятно, что минимальный будет такой чувак, у которого Y минимально возможен. То есть если эта точка достаточно далеко справа, то влияет больше всего именно Y составляющую. То есть давайте вот здесь на всю точку. Она будет самой первой по часовой стрелке. Дальше будет вот это по Y, дальше будет вот это. Вот это вот. Ну, короче, они будут видны в порядке почвы стрелки в том же порядке, как они видны в порядке вот этого отношения выше. Отношения в порядке высоты не будут видны в таком же порядке. И при этом нужно еще сказать, что P-1 так далеко, что не лежит ни в одном круге, построенном по трем точкам SP. Ну, то есть так, чтобы она не попадала ни в одну окружность, мы ее просто довольно далеко возьмем. Значит, дальше формально мы говорим, что P-2 выше всех точек P, выше всех точек P, и при этом из нее в порядке против чвы стрелки в порядке против чвы стрелки. Опять-таки все вершины видны в порядке возрастания высоты. Все точки из P объединиться по минус 1 видны в порядке возрастания высоты. Ну, опять, да, вот есть эти наши точки нормальные, обычные. Есть где-то там справа внизу точка P-1. Значит, мы берем точку P-2 где-то слева вверху. Так что, опять, здесь уже направление на них на всех, это куда-то справа вниз, соответственно, будет вот такой порядок. Ну, и, соответственно, самая низкая точка, это, конечно, будет P-1. Дальше будет точка с минимальным у, дальше будет точка со следующим по минимальному с у, ну и так далее. Они будут видны в порядке против чвы стрелки. Вот так мы определили P-2. Ну, и также P-2 достаточно далеко. Достаточно далеко. Так что она не лежит ни в одном круге, образованном тремя точками из P или P-1. Вне любого круга, проходящего через три точки из P в объединении с P-1. То есть мы там строим любые вот такие три круга, любой круг по другим точкам, и P-2 так далеко, чтобы этого не происходило. Вот, хорошо. Значит, давайте тогда напишем, что значит, что ребро легальное. Да, проверка. Другие вершины – это P-1. Другие вершины – это P-1. То есть есть какой-то ребро P-1. Мы его тестируем на легальность, зная, что два треугольника, которые этому ребру и циентны, это P-1. Значит, случай первый. Если P и P-G – это ребро треугольника P-2, P-0, P-1, то P-E-PG легально. Ну, легко заметить, что вот этот наш внешний треугольник, P-0, P-1, P-2, он настолько большой, что он все равно будет легальный, потому что нет никакой другой окружности, которая бы содержала P-1 или P-2 внутри себя. То есть все остальные окружности супермаленькие по сравнению с этим большим треугольником. Значит, этот треугольник будет обязательно легальный. Второе. Если I, G, K, L больше на 0, то мы делаем обычную проверку через определитель. То делаем обычную проверку через определитель. То есть если у меня все точки нормальные, не содержат бесконечно больших координат, то работает наш обычный определитель для определения легальности. И, наконец, последнее. Иначе, если есть минимальное, то я утверждаю, что ребро P-E-PG легально, если и только если минимум из K, L меньше, чем минимум из I, G. Вот, значит, чтобы это понять, мы сначала замечаем, что из индексов I, G не больше одного отрицательного, не больше одного отрицательного, потому что если не оба отрицательные, то это ребро треугольника вот этого, значит, мы его уже разобрали. Это not the case. То есть мы уже должны были бы разобрать. Ну и дальше понятно, что K и L, хотя бы одна из них – это точка PR, хотя бы одна – это PR, потому что мы легалайз запускаем только когда одна из них – это PR, значит, тоже не больше одного отрицательного. Не больше одного отрицательного. Ну и дальше, значит, если надо разобрать случай, если среди этих четырех чисел есть всего один отрицательный, то что может быть? Либо вот здесь вот отрицательное число, значит, понятное дело тогда, что это означает. Это какие-то, допустим, нормальные вершинки, а это супердалекая вершина, там P-1 или P-2. Ну тогда понятно, что ребро P-1 же и легально, потому что внутри этого треугольника пока точно не содержится. То есть в этом случае все хорошо. Дальше, если вот это вот минус 1, то получается, что это супербольшой треугольник, а это какие-то нормальные точки, тогда сейчас… Секунду. А, ну да, тогда это ребро, конечно, нелегально. То есть если среди чисел I, G, K, L ровно одно отрицательное, и это I или G, тогда вот это ребро нелегальное, потому что это супербольшой треугольник. Понятное дело, что окружность, проходящая через P, I, P, G, P, L, она содержит там вообще все на свете, в частности, конечно, P, K. Наш ребро нелегальное, и, собственно, мы получаем, что он нелегальный. Вот это вот ни разу не выполняется. Ну и то же самое нужно проверить, что если ровно одно из них отрицательное, ровно одно из них отрицательное, тогда в зависимости от того, кто из них минус 1, а кто из них минус 2, собственно, вот это неравенство, опять-таки, проверяет, что ребро легальное или нет. Короче, много случаев. Аккуратно нужно понять, почему это все верно, но код сравнительно простой. Даже не нужно переходить к бесконечно большим координатам, нужно просто вот эти вот проверки написать, что если это ребро исходного большого треугольника, то ребро по умножанию легальное. Если это все нормальные вершины без бесконечно больших координат, то мы делаем обычную проверку, иначе мы просто смотрим на номера, и вот такая проверка оказывается равносильной легальности. То есть в случае, когда у нас есть какие-то плохие вершины, минус 1 или минус 2, нам на самом деле не нужно там явно строить связи окружности, считать определители, достаточно будет просто посмотреть на это неравенство и его выполнение равносильно тому, что ребра легает. Вот, все, тогда на этом мы заканчиваем, тренингуляцию мы построили, и, соответственно, этот алгоритм строить тренингуляцию делаем. Все, всем спасибо, и до встречи на экзамене. Спасибо, до свидания.